Анастасия Новичкова Анастасия Новичкова В этом году сохраненная сеть в муниципалитете, сеть загородных лагерей будет полностью задействована для организации летнего отдыха. Это 8 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории Калининского района. Палаточный лагерь «Родники» и детский сад номер 151, который имеет единственный в ЦФО в нашем центральном федеральном округе загородную резиденцию, будет вывозить детей для реализации образовательной программы на природе. Скажите, какой материально-технической базой обеспечены лагеря Верхнего Ужья? Ну, я опять же говорю за лагеря города Твери, но я уверена, что все лагеря нашего региона абсолютно полностью, иначе бы нас не открыли и не позволили бы оздоровлять детей, имеют материально-техническую базу, которая соответствует требованиям санитарного законодательства, пожарного надзора, надзора со стороны Роспотребнадзора. Это автология, но тем не менее. То есть, иначе бы мы не получили разрешение на деятельность, а мы ежегодно получаем перед началом сезона санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нашей организации летнего отдыха всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Какого типа лагеря у нас есть? У нас есть загородные лагеря, у нас есть дневные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, точнее, палаточные лагеря и лагеря труда и отдыха. Вот эти четыре формы, вида, вернее, типа лагеря, даже так бы я сказала, включены в реестр, в федеральный реестр организации отдыха. Вот как на практике, какой из них пользуется больше популярностью? Ну, я полагаю, что, знаете, во-первых, зависит от возраста. Вот в первую смену у нас пришкольные лагеря очень популярны для родителей, особенно вот с первого по пятый класс, потому что еще по накатанным идет, как бы завершается учебный процесс, и куда-то, куда-то нужно деть детей, а ты еще до конца не додумал, не продумал летнюю занятость, а тут лагеря с дневным пребыванием, как хорошо. Потому что лагерь при школе, это не пребывание в школе, это интереснейшее путешествие и по городу, и по нашим учреждениям культуры. Вот все, что ты не успел сделать в учебном году, можно сделать в этот период времени в лагере с дневным пребыванием. Лагерь труда и отдыха – это новая форма, которая появилась в нашем городе буквально вот два года назад, первый опыт, 47-я школа дала, и имеет место быть в каждой школе нашего города. Но это первый трудовой опыт, это сочетание отдыха и труда, который, ребята, для пользы школы. И палаточный лагерь, романтика. Романтика палаточного лагеря, она несравнима вообще ни с чем, но тут всегда особенность открыть лагерь можно только тогда, когда нижний порог ночной температуры будет не ниже, плюс 15 градусов. Вот наш лагерь родники, палаточный лагерь, планируется к открытию 24 июня. И он отработает полноценно до начала августа. Но и загородный лагерь, конечно, наверное, если ответить на вопрос по популярности, то, судя по количеству заявок, быстроте, исчезновение этих заявок, когда начинается летняя кампания и бронирование путевок, конечно, загородный лагерь является наиболее востребованным, и я не постесняюсь сказать, наиболее полноценным видом организации отдыха и оздоровления. Ключевое слово в данном случае детей. Потому что пятиразовое питание, потому что природный компонент сосны, потому что воздух, потому что отсутствие выхлопных газов. Поэтому, конечно, ребята оздоравливаются в полном смысле слова в наших загородных лагерях. Да, вот если говорить про загородный лагерь, скажите, есть же льготы какие-то при покупке путевки? Мы знаем, что они сейчас подорожали, вот как с этим обстоят дела? Подорожали не намного по сравнению с прошлым годом, да, но это неминуемая такая тенденция. Льготами мы называем, не льготы, мы называем субсидии. Субсидии, которые при поддержке регионального бюджета, при поддержке бюджета администрации города Твери полагаются, но не родителям, а лагерю за то, что они принимают ребенка на отдых. То есть, когда родители бывают иногда, а как мне получить компенсацию? Нет, товарищ родитель, не компенсация, субсидия дается лагерю. Вы приобретаете путевочку сразу за минусом той волшебной суммы, которая помогает вам сделать путевку доступнее для приобретения для своего ребенка. То есть, если стоит 30 тысяч, то, например, при всех субсидиях областного бюджета, муниципального, родитель, который работает в организации бюджетной любого уровня, приобретает ее за 13 700. Если это иной житель города Твери родитель, за 23 тысячи. Расскажите, как велась подготовка к сезону? То есть, по соблюдению норм, по проверкам? Подготовка к сезону, мне кажется, началась уже в феврале, когда стали заключаться все контракты, играться конкурсные процедуры. То есть, родители наивно думают, что, наверное, вот снег ставил, мы двери распахнули, и добро пожаловать к нам. Нет, конечно, так не происходит. Это очень серьезная ежедневная работа разного уровня, и управленческого, и директорского, и педагогического персонала, и всех работников лагерей. Соответственно, подготовка санитарной базы, подготовка территории для проведения санитарных обработок, подготовка помещений для того, чтобы можно сделать был легкий косметический ремонт после предыдущего сезона. Это подготовка новых мест для постройки новых объектов инфраструктуры, что в этом году для нас немаловажно при поддержке областного региона. У нас в этом году во всех лагерях появляются новые объекты, которые сделают отдых детей интересней, разнообразней, комфортней. Это и отрядные места, крытые, если не погода. Это и универсальные спортивные площадки в нескольких лагерях. Это и универсальные модульные туалеты с душевыми на улицах. Это как дополнительная возможность соблюдать санитарные, гигиенические, свои личные какие-то прихоти, пожелания. То есть это, конечно, ремонт крыши кровель. Это самые тяжелые такие ремонты. То есть все это имело место быть при подготовке к сезону 2024 года. То есть ведется основательная подготовка, чтобы отдых был максимально комфортным и для родителей максимально спокойным. Безусловно, безусловно. И на ваш взгляд, скажите, почему нужно дать ребенка в детский лагерь? То есть для чего это нужно, что это дает ребенку? Вот вы говорите, задаете вопрос, что дает ребенку. А мне хотелось, наверное, сначала сказать, что дает родитель. Я смотрела на счастливые лица родителей. И не потому, что они куда-то вот просто вот с глаз долой, из сердца вон. Нет. Мне кажется, родители как раз-таки очень осознанно делали выдох, потому что они понимали, ребенок в течение 21 дня под присмотром, накормлен, с интересными программами, в интересных как-то вот сообществах общается в лагере. Что не нужно, мама может спокойно работать. Мама может спокойно заниматься маленьким ребеночком, которого они несли на руках, когда они вот махали-махали своими ручками. И этого ребеночка ручкой махали-махали. То есть до свидания кричали. То есть, понимаете, для родителей это уверенность. Вот мне гордо за то, что они нам доверяют. И есть большая доля труда и моего, и моих коллег, и всех, кто создавал условия для того, чтобы отдых детей был интересным, безопасным, полноценным. А для ребят, ребята, во-первых, многие встречались уже, кто не первый раз, например, в тот или иной лагерь ездил, договариваются за год. Год назад они договорились, что именно в этот день они встретятся вновь в лагере. Значит, это что-то там зацепило. Дальше мы говорим о том, что дает ребенку. А он развивается. Он не сидит в однотипности. Он не встал, казалось бы, режимные моменты лагеря. Ну что, встал, завтрак, что-то поделал, пообедал, поспал, опять поужинал, опять поспал. И так каждый день. Тоже вроде однотипность. Но вот между этим встал, поел, поспал. Там такая жизнь, там такая движуха, которая, конечно, позволяет ребенку, во-первых, чувствовать себя востребованным. Знаете, иногда в школе существует, ну, он неактивный у нас мальчик. Мы его с пятого класса знаем, он уже в седьмом классе, он даже неактивный. Даже не будем ему поручать ничего. А здесь мы говорим, как я детям так говорю, понимаешь, ты с чистого листа. Тебя никто не знает. И никто не знает, как ты учишься. Никто не знает, как ты себя вел в школе. Никто про тебя не... Вот ты делаешь первый шаг, и ты можешь стать другим. Ты можешь, и будут другое отношение к тебе, другое... Ты себя почувствуешь по-другому. И вот если дети это слышат, дети это хотят, что-то изменить в себе, у них есть шанс именно в лагере. Где тебя никто не знает, ты вернешься в школу, и тебя там уже не узнают, когда ты 1 сентября придешь в свою собственную школу. Ух ты, а где ты был? А я был в лагере. Да, это действительно очень замечательно. Спасибо вам большое, Вера Николаевна, за ваши ответы про особенностях, тенденциях детского отдыха в лагере. Это была программа «Тема дня комментариев». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин